здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы вяжем с кофточка скорее всего это не кардиган жакетик кофточка от zara который у меня был в обзоре про за которой проголосовали практически больше половины моих зрителей 80 процентов я бы сказала чем я соглашаюсь потому что мне он тоже очень понравился и поэтому мы сегодня его вяжем он на самом деле девчонки очень простой так что ничего не бойтесь в это изделие действительно простое поэтому я осмелилась рассчитать его на 4 размера и вот видите соответствие размеров европейских и этих вот почему я рассчитываю ученки так потому что я немного объясню потому что я живу в европе это первая вещь вторая вещь и 20 лет шила здесь и этим как бы зарабатывала себе на жизнь и я привыкла к этим размерам понимаете я приблизительно знаю как они отличаются по сантиметрам как бы так как я шила я знаю как должна выглядеть выкройка на этот размер поэтому не проще ориентироваться именно на вот эти вот размеры и проще корректировать потом в общем эти расчеты мои поэтому девчонки так а вот что касается русских размеров я боюсь ошибиться если бы я конечно имела опыт работы с русскими размерами я бы конечно рассчитывал это так ну раз я уже 20 лет работаю именно с этой размерной шкалой я буду рассчитывать так как мне удобно так как я себя увереннее чувствуем именно в этих размерах так теперь что касается материала материал я то что я нашла это чешский производитель я вам говорю состав и метраж вот здесь у меня акрил но она такая видите блестящая такая как бы шелковая нить такая она падающая в общем я самое главное я подбирала по цвету максимально чтобы я могла совместить эти две нити вижу от двух клубков один вот у меня мохер такой вот мохер и акрил тут и шерсть и мохер он не классический мохера что такое непонятное в общем тоже кто же этого же производителя чешского нет у них выбора хороших не так то поэтому я просто вам смотрите вот приблизительно составе если вы купите хороший мохер и к этому мохеру в цвет нить у вас получится круче вот это я вам сразу говорю вот поэтому вот так вот двое как бы не так сейчас я рассчитываю так 300 грамм этих и 400 этих но я вот прямо сейчас ставлю картинку это значит что я уже довязала я знаю сколько пряжи ушло на свитер и могу рассчитать для других размеров спицы у меня 4 миллиметра для резинки и для основного полотна 6 половиной миллиметр вот плотность вязания девчонки в 10 сантиметрах 12 петель и высоту 17 рядов это тоже 10 сантиметров здесь вот соответственно будет идти вот такая вот параллельная цифра для своего размера я беру сейчас я почему начинаю с рукава потому что мне проще будет на маленьком полотне показать я вам сейчас один раз покажу и далее не буду уже на этом останавливаться как я набираю петли и все остальное это все у нас будет на протяжении всего вязания так петли я набираю вот этим вот способом сначала две петли 1 на а потом мы меняем нить местами один раз нормально второй раз захват отсюда и так чередуем у нас получается вот такое разделение как бы по две петли и потом она у нас хорошо симпатично будет смотреться в этой резинке сейчас я вам покажу вот видите вот она резинка так вот смотрится с этим набором петель видите резинка 2 на 2 и она у нас разделена вот по 2 петли как бы на сектор и набираю я 36 петель так вот мои 36 петель и теперь я вяжу резинкой 2 на 2 начиная с лицевых петель 2 лицевые соответственно кромочная 2 лицевые 2 изнаночные следим за тем как вот видите они разделят то что я говорила петельки разделены по 2 по сектором по 2 петли поэтому у нас должно совпасть вот 2 лицевые 2 изнаночные исходя из этого до разделения вот и в конце у нас остается 2 лицевые и 1 изнаночная далее продолжаем вязать резин всего 26 рядов я вижу это 13 сантиметров ориентируйтесь по сантиметра и теперь вот видите у меня следующий как бы 27 ряд я что делаю кромочную снимаю это мы будем делать после резинки во всех деталях 2 лицевые я провязываю изнаночные просто правят 2 изнаночные 2 лицевые вместе все лицевые я провязываю по 2 вместе то есть у нас нигде нет эффекта стянутой резинки нам она тоже нужна свободная делаем для этого мы делаем вот такую вот манипуляцию то есть мы сокращаем общее количество сокращенных петель вот она общее количество убавленных петель по итогу у нас должно получиться вот такое вот число для каждого из размеров чтобы видно было то есть мы сокращаем все вот провязываем по 2 вместе все лицевые вот таким вот образом далее мы переходим на спицы шесть с половиной миллиметра вяжем чулочной гладью лицевой ряд вот теперь у нас лицевой ряд вот здесь вот теперь находится лицевой ряд лицевыми петлями изнаночный ряд изнаночными петлями вяжем 4 ряда вот смотрите провязала 4 ряда девчонки не пугайтесь она стянуто сейчас но я вот этот рукав у меня постиран и разложен было полотенечки и вот так вот выглядит это все дело уже в готовом виде вот то есть здесь у нас эффекта стянутости нету вот он он исчезает после стирки так теперь добавление добавление мы будем делать через три ряда я пишу через три ряда в четвертом первый раз это пятый ряд потому что нам нужно делать вот так вот я делаю воздушную петлю после кромочной начале и в конце и далее буду вязать изнаночный ряд еще один лицевой и еще один изнаночный и потом в четвертом ряду после вот этого буду снова добавлять то есть в каждом втором лицевом через раз в лицевом ряду все размеры одинаково добавляем в каждом четвертом ряду одну петлю в начале и одну петлю в конце ряда перед кромочной вот таким вот образом продолжаем наше вязание далее связала я второй рукав добавления вот они мои все добавления видите это он в оригинале скручены а вот этот уже постиранные разложены уже выровняли вот такая вот разница у нас эти манжетик тоже манжет там не на модели видно что он натянут на касательное добавление мы их делаем 13 раз 13 раз добавляем с обеих сторон то есть всего мы добавляем 26 петель длина рукава от резинки 40 сантиметров всего 53 сантиметра здесь хочу отметить девчонки рукав спущены не пугайтесь что такой короткий рукав спущенное плечо поэтому если кому-то этого мало вы считаете то довяжите еще на нужную вам высоту и даже если вы добавите еще пару парочку петель все будет нормально просто я вижу как бы на стандарт на обычный средний рост там допустим 170 сантиметров но рука вы можете корректировать длину рукава либо вязать короче если вы маленького поэтому вот так вот вы у меня все одинаково кроме ширины на все размеры длину уже подкорректируйте по надобности это не обязательно девчонки я считаю это не обязательно потому что соответственно рукава будет удлиняться за счет спущенного рукава вы же понимаете что в большом размере будет это линия плеча больше поэтому рукав и так будет больше без того чтобы делать его длине как бы сам рукав он лениться за счет плеча вот так ну и соответственно вот количество петель которая у нас на выходе и сейчас я все петли закрываю мочу я в мочу теплой водой я не стираю просто намачиваю разравлено полотенчика раскладываю и высушиваю свободном полете периодически полотенце меняю перекладывая на сухое чтобы быстрее и так она быстрее так девчонки продолжаем следующий этап у нас как я вам положу это полотно у меня уже готовы и готовая потому что здесь объяснять нечего если вы так набирать как вязать резинку щит все буду вам объяснять значит набираем вот количество петель с xl далее тем способом который я указала далее вяжем 20 рядов вот они 20 рядов резинкой это 9 сантиметров всего вот она и в двадцать первом ряду изнаночной мы сокращаем вот провязываем по 2 точно так же как на рукаве мы провязываем по 2 лицевые вот эти вот то есть сокращаем далее вяжем лицевой гладью вот такое количество петель у нас остается после сокращения 80 86 92 98 девчонки напишите мне в комментариях может вам сфотографировать вот эти вот схемы и выложить вконтакте чтобы у вас было как бы и вы сможете скачать потому что в ю тубе фотографию выложить это нереально вот поэтому я я бы вам сфотографировала и выложила вконтакте и вы бы там себе как бы скачали схему чтобы вам не смотреть все время видео напишите мне в комментариях я если что я все вам дополнительно выложу высота 65 сантиметров опять же это без резинки плюс резинка 9 сантиметров до проймы это до проймы у нас еще пройма будет плюс еще 5 сантиметров приблизительно то есть ровно и абсолютно вот видите абсолютно ровное полотно сейчас здесь на этом полотне вы отдыхаете сейчас вот видите что я сделала я отделила 10 средних петель на пройму горловины вот здесь у меня 35 38 41 44 здесь тоже самое видеть отель ошиблась в расчетах потом переписывала вот должно быть правильно вязать мы будем укороченными рядами здесь я конечно остановлюсь поподробнее вот поэтому вами показывала на рукаве резинки все остальное таким вот образом вяжем сначала отметили верни обозначили средние 10 петель и вяжем вот таким вот образом мы не будем закрывать чтобы у нас не было вот этих вот ступенек нам все но нужно очень красиво и аккуратно так как вязка у нас достаточно свободная нам лучший вариант это горловина укороченными рядами вот довязали мы до маркера видите поворачиваемся даже изнаночный ряд здесь в начале мы делаем вот таким вот образом смотрите вот так вот переворачиваем ниточку и одеваем такую вот своеобразную воздушную петлю она нам нужна и вяжем ряд до конца изнаночными петлями она нам нужно для того чтобы скрыть дырочки чтобы у нас не было дырочек от этих укороченных рядов довязала до конца ряда следующий ряд всего три раза мы так будем 3 петли будем сокращать вернее 3 укороченных ряда мы будем вязать с левой стороны и с правой стороны сейчас все вам покажу это второй ряд смотрим вот она у нас петля с этим накидом мы ее оставляем и поворачиваем работу здесь снова делаем этот накид или воздушную петлю не знаю как вы называете и вяжем ряд до конца и еще один раз мы вот так вот сделаем еще на одну петлю укороченный ряд этот накид мы как петлю не считаем каждый раз мы оставляем одну петлю так вот смотрите видите раз два три три раза я это сделала теперь далее продолжаем таким вот образом теперь я вижу весь ряд до конца сейчас покажу что делать с этими накидами так смотрите дошла я до этих мест теперь лицевую петлю я провязываю лицевой а вот эту дополнительную я провязываю вместе лицевой со следующий еще желательно девчонки вот так вот взять поменять местами чтобы лицевая у нас было лицевой красивой вот так вот то есть я соединила меня все красиво совместилось здесь я тоже меняю местами вот так вот тоже 2 вместе видите благодаря этой петли у нас здесь закрывается хотя она все равно остается немного дырочка но я надеюсь потом она все-таки рассосется скажем так вот все три я провязала вот этот маркер уже убрала вот здесь вот у нас скос сейчас я вам его покажу теперь я вижу до конца ряда второй маркер пока я оставляю и укороченные ряды мы будем делать теперь в изнаночном ряду этот ряд я вижу до конца теперь точно то же самое я делаю с другой половиной я довязываю до маркера оставляю одну петлю вернее поворачиваюсь делаю воздушную петлю но только теперь это будет виза изнаночными петлями смотрите так довязывая до маркера по сути он мне уже не нужен там уже будет все видно снимаю здесь делаю воздушную петлю вот эту перекручиваю и вяжу лицевой ряд и так три раза то есть опять же три раза я так вот здесь я буду не до оставлю на спицах вот эти две петли потом вот эту одну уже здесь будет это воздушная петля и так три раза так вот они смотрите девчонки видно вам вот 123 теперь мы вяжем изнаночный ряд до конца теперь это уже будет у нас сплошной ряд и далее все петли закроем сейчас я вам покажу вот эти воздушные как где закрывать как соединять так вот видите мы приблизились вот она воздушная петля не ем и провязываем изнаночной вместе со следующей петлю вторую тоже изнаночной и третью у нас было три укороченных ряда вот они соединили мы вяжем ряд до конца и все петли закрываем так девчонки последний у нас завершающий этап это полочки полочка вперед перед вперед что касается передней части вот передней части нашего жакета вот количество петель коротко которой мы набираем я лучше здесь не показываю девчонки но мне кажется уже в таком простом этап про просто бессмысленно показывать каждую деталь набор петель резинку и общее количество петель вот она для всех размеров это сантиметры сантиметры что касается узора набрали мы вот оно количество петель я набрала 59 из них вот я отметила планка 5 сантиметров и 5 петель 5 петель это вот смотрите я специально вот так вот положила у у нас их должно быть две то есть 5 петель это резинка один на один вот смотрите в лицевой на лицевой стороне это изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот таким вот образом на изнанке это три лицевые и 2 изнаночные у нас же лицевая сторона вот она то есть распределяем таким вот образом чтобы у нас была вот эта планка как бы левая правая полочка от нее уже дальше пошла резинка соответственно чтобы резинка у вас начинался одинаково у меня вот начинается с двух лицевых вот это единственное что касается распределения петель вяжем на резинки точно также 20 рядов и в 21 мы сейчас покажу планка у нас остается на протяжении всего вязания вот эти вот 5 петель резинка один на один у нас без изменения идут прям вверх прям аж до верху вот они видите 5 петель планки вот здесь же я сейчас уберу провяжу все лицевые по 2 вместе и перейду на лицевую гладь перейду сейчас на спицы шесть с половиной миллиметров и буду вязать лицевую гладью при этом еще буду вязать эту планку 5 петель это без кромочной то есть после кромочной мы вывязываем 5 5 резинкой вот мы соответственно вяжем ровно а далее будет вкусно горловину в этом кардигане очень классно что планка цель навязанная очень удобно без заморочек никаких сложностей абсолютно в этой модели нет совершенно удачно подобрать нитки и шикарная вещь я вот посчитала по цене мне нитки обошлись три раза дешевле чем оригинал то есть я считаю это выгодно вот провязала я убрала вот эти вот петли вот здесь вот я написала сколько должно остаться петель число вот этих петель это включая эти 5 петель девчонки это общее число петель полочки здесь точно также то я просто здесь написала чтобы вы понимали что вот эта планка у нас 5 лечек ну а теперь перехожу я на спицы и буду вязать лицевую гладь вот видите а планочка у меня здесь отдельно все вижу я дальше ровно так девчонки мои провязывали мы высоту 35 сантиметров но еще раз говорю это высота уже намоченные детали вот до пройме здесь у нас 35 сантиметров до сюда вот они намоченные у меня вы ориентируетесь как бы на свой образец и намоченная у меня 30 32 сантиметра чтобы вы понимали теперь на этой высоте мы начинаем делать скос на горловину для этого мы делаем сокращение каждом шестом ряду одна петля в шестом ряду то есть сейчас я вот это вот на вот на высоте 35 сантиметров я делаю первое закрытие здесь у меня планка в конце ряда то есть я вижу до конца делаю правил и 2 вместе буду провязывать после планки если это правая полочка то вы вяжете планку и делаете сокращение так вот смотрите довязывая до планки вот она моя планка последняя изнаночная за вязать 2 вместе я буду вот эти вот две петли перед планки я их вот так вот поменяю места не местами а переверну их и таким вот образом провяжу чтобы вот эта петля у нас красиво шла здесь то же самое если это правая полочка я провязываю вот эти петли планки и провязываю 2 вместе далее вяжу 5 рядов без изменений и снова делаю сокращение в шестом ряду продолжаем вот я сделала все сокращения всего их 9 то есть 9 раз мы сокращаем эту горловину в каждом шестом ряду и на высоте 65 сантиметров на высоте 65 сантиметров от резинки мы закрываем все петли либо а длина которую для себя выбрали вот количество петель которая остается у нас в конце вот 37 40 43 46 вот сейчас я закрываю петли до планки так планку вот смотрите мы последнюю петлю оставляем для кромочной и продолжаем вязать планку то есть 5 петель плюс 2 кромочные 7 петель мы еще вяжем 7 сантиметров и все петли закрываем и ночью детали стираем раскладываем придаем форму и даем высох там этапе у меня готовы все детали сейчас я беру спинку и беру две полочки все они постираны намочены разложены и подготовлены так совмещаю плечевые швы лицевой стороны вовну здесь где у нас вот эта горловина мы оставляем совмещаем ровную сторону здесь вот этим вот этой частью мы будем закрывать горловину сшивать я буду смотрите простой иглой и простой нитью в цвет обычным швом вот таким вот образом почему-то мне не хочется сшивать ниткой вязальной здесь у нас шоу если вы помните образец будет открытым то есть срез будет плечевые швы смотрим сшит у меня видите два плеча и остались вот эти вот как бы вот эта планка которую я сейчас закрытые петли распущу и одену на спицы и сошью просто потом а так теперь вот эту вот сшитую планку мы пришиваем вот этому городу вот так вот мы ее сюда и пришиваем горловина у нас пришита готова теперь рукав рукав как мы помним девчонки сам пришит шиворот на выворот то есть вот этот шов там виден я не знаю этот ли потому что в оригинале я не видела но я буду сшивать так я буду вот так вот пришивать чтобы виден был только вот эта цепочка закрытых петель так для этого я рукав складывая пополам средину совмещаю с вот этим вот с плечевым швом как ложится полотно так вот распределяем ему его да потом распределяем равномерно этот рукав по полочке и по спинке и пришиваем пришиваю таким вот образом то есть я накладываю вот эту вот рукав на полочку либо на спинку какой с какого рукава начинаете и вот таким вот образом я пришиваю таким вот слишком и то есть у меня остается на виду вот этот вот как бы цепочка закрытия петель чтобы был хотя бы приблизительно тот эффект который мы видим в оригинале и вот таким вот образом я пришиваю рукава оба то есть сейчас этим швом пройдусь до середины потом до конца рукава точно также пришью второй рукав и сошью боковые швы здесь уж объяснять ничего просто совместить детали из так все мои хорошие сшила я все детали сшила осталось нам сделать пояс вернее пришить его тут уже и сам пояс еще внимание сам пояс девчонки я вязала в одно сложение ниткой как бы вот этой махеровой набирала я 16 петель и вязала резинкой один на один так ширина у меня получилось четыре с половиной сантиметра вообще-то если честно сказать я набирала 20 петель и хотела сантиметров 60 так как сантиметров 6 как в оригинале но почти связали поняла что у меня не хватает не так поэтому перри набрала распустила и набрала 16 вот и в итоге у меня получается четыре с половиной миллиметра сантиметра вот и длина тоже я конечно связалась просто так не так но индивидуально смотри даже метр восемьдесят пять у меня вот теперь осталось у меня вот совсем чуть-чуть теперь мы готовы готовый джемпер выберете меряйте на себя и определяете место расположения пояса вот у меня это вот здесь вот и я что я делаю вот таким вот образом захвачиваю ней потом я вот эту продену наизнанку и вижу простую обычную цепочку в 2 сложения вот у меня 10 воздушных петель вот так вот и ровненько располагаю столбиком присоединяю продеваю на изнаночную сторону вот эти вот хвостики и их закреплю таким вот образом и точно так же с другой стороны соответственно 2 точно также я сделаю и с другой стороны сделаю эту шлевку для пояса и все девчонки на этом все сейчас я вам покажу как выглядит на модели и можете вязать не боясь такая вот шлевка делаем еще одну которую мы проденем наш пояс еще одно делаем и меряем студенки на сегодня это все я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока и Субтитры сделал DimaTorzok